так ну вот короче суп ну что за 250 рублей мы получаем обалденный кусок хлеба 2 забил да всем здорова мы на фестивале food truck вот здесь будем дегустировать еду и ставить оценки поехали надо было здесь так пирожки по 50 миллионеры в итоге по 30 подходили как в киеве ничего все мы обошли все мне что-то приглянулось больше вьетнамские я хочу сути там и народу немного что-то хочется вьетнам что на твой взгляд оригинально не оригинально чего-то понимаешь это уже это все где-то видел я ожидал уж мангал будет стоять там люля в лепешке на тебе а тут ну знаешь как так очень как все уже все видно есть да ну да я видел уже мне периодически ну скорее всего ты уже половину перепробовал точно а как вот допустим не больше из тех приглянулся вьетнамская тема я вот хочу сейчас супчик взять на пробку на главное после вьетнамца вьетнамского супчиком с похмелуги не опьянеть заново там доширяком вкусненько попачивает ну давай иди дегустируй суп свой вьетнамский да мы посмотрим как ты будешь хлебать а ты знаешь вьетнамский ты же работаешь вьетнамский джихуа это французский джихуа знаю столицу вьетнама ханой ханой а ноя я хочу супчик вот какой посоветишь но я хочу остренький то есть чили надо чуть-чуть мне лайм весь лайм и чили по желанию кучок курицу или говядину хочешь сам наверное с говядиной с говядиной хороший выбор лучше говядины все с говядиной чили побольше но что мне они же любят хуярить мне наверное я если скажу поменьше они нормально на уровне чтобы ощущение как после ростикса на следующий день на было мне по лайтович меньше дыру жгло да вот я уже что хочу чего это не знаю но что-то вкусно что-то очень аппетитно и вкусно а мы здесь стали как эти за тарелкой супа блин борща борща а где же борщ вот видишь тут русской кухни вот окрошки где окрошка бля будешь и раком попахивает ну да есть запашок ну а чё тоже вьетнамске здрасте можно супчик с говядиной да а вот скажите чили чили ну сделайте так красиво вот эти лайм входит уже там сделать вам а вы на выдаче скажите острый не острый хорошо хорошо да 650 пожалуйста пожалуйста вот ваш чек с чеком на выдачу пожалуйста в метро сегодня ехали и чувак в сумке поросенка вез хрюхает хрюхает все оборачиваются где шаурма блять сетки прям сумки спортивные ее не видно поставил она шевелится да к чему вы жрать вообще пофиг да здрасте да мне мне туда добавить спасибо так ну вот короче рад этим сур уже неплохо у блин хорошо мясо так прилично накидали так лапша речевая запах или явно вьетнамский стоит прям зелень зелень вот зелень вьетнамская да точно она какая она вьетнамская обычная вьетнамская обычно таджика да я мы же заходили во вьетнамский помнишь тогда магазин ну что вы скажете я превратился во вьетнамца друзья потому что ну суп реально достойный вкусно лапша кстати вот лапша вот эту вьетнамскую не знаю должна быть рисовая лапша наверное какая-нибудь как называется точка пункту есть пальцы убери хо 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 фо называется хо это читается хо я ну я доволен пока жуй жуй пока есть чем жевать короче рисовая лапша зелень говядинка острота мне понравилось ставлю пять из пяти а и а и 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 Figen ВOM и и вот вот Почти доел. Ну, что-то на самом деле я поставил 5 из 5, но сейчас вот, ну, там, съел половину и передумал. Все-таки ставлю 3, 3, наверное, потому что 5 из 5. Почему? Что тебе в конце так не понравилось? Лапши много, она начинает, короче, разбухивать еще под конец. Мне кажется, надо пласть ее чуть поменьше. Мясо хорошо, мясо в меру. Вот если бы лапши было чуть меньше, то бульона, соответственно, было бы больше. Ну, и как бы так вот. Я все-таки хотел суп, а не... Почти все доел. Молодец. Ставим твердую тройку. Сейчас попробуем гирос, и там тоже оценки поставим. Ну, что, за 250 рублей мы получаем обалденный кусок хлеба. Ифты. Вроде такая курочка приготовленная, картошечка фри. Ну да, там написано с курицей. Что там, салатик? Салатик? Нет, помидоры, огуреты, а вот это там белое, что-то, смотри. Наверное, соус греческий, наверное, на основе растопленной фитакса. Ну, ты сейчас попробуешь и скажешь, давай. Смотри, бумагу ешь. Это пиздец. Куда пойдем, Жень? Пусть он может... Я думаю, что лучик, ничего, блядь. Ну как? Там лучок еще, смотри, есть. Сейчас постоим, возможно, что-то готово. Я думаю, кстати... Ну, очень классная штука. Нет, почему? Вообще в тему. Ну, такое на улице прям хочется брать, блядь. Идешь... Ну, вот 250 все-таки дороговато, мне кажется, за такую штуку. Конечно. Конечно, картошка фрема, ничего не стоит. Вот цена, сколько вот ты бы дал бы цену? Ну, 150, нормально. 150-180, блядь. 150 бы смело, да, заплатил? Легко. Итак, мы делаем второй надкус. Опа, капнуло, ничего страшного. Ну, я не могу сказать, что я там... Реально что-то крутая. Ну, что-то чувствуется, наверное, нотка чего-то греческого. Но хотелось бы именно вот этот соленый фитакса сюда не хватает. У них здесь какой-то соус, но он такой лайтовый. Ну, а расскажи вообще, что за соус? Он, короче, кисленький. Он такой, что это за соус? Ну, такой. Что-то кисломолочный. Похож. Не, ну, хочется больше красок и вкусов. Все в нем есть, но реально не хватает вкуса. Опа, опять потекло. Вот, кстати, очень важная штука, очень важная штука, удобство. Ну, как вот есть? Вот как ты оцениваешь, удобно это есть? Не совсем. Не уйдет. Я потому что вспоминаю, когда я заказывал в Макдональдсе, грек-мак, и вот тоже проблематично есть. Блядь, из него все валится. И здесь эта проблема реально. На глазах у вас опять появляется. Мне кажется, не до соленых. Ну, я вот говорю, не хватает этой солености. Не хватает, да. Что-то солененькое охота. Не, ну. Мне кажется, тут тема были бы огурчики соленые, нет? Да? Ну, что-нибудь такое, что-нибудь соленое нужно. Не, на самом деле мне это не очень понравилось. Ну, да. Какая оценка? Какой датчик? Пяти какой-то. Ну, я думаю, тоже на троечку. Я бы замучил получше. На троечку, да? Ладно, сейчас бургер попробуем. Короче, пока лапша вьетнамская, вот. Это тоже, ну, вот супчик вьетнамский, троечка. Вот это гиросоль, но я не помню вот эту штуку. Короче, тоже на троечку. Бля, они салфетки мне не дали. Да, еще салфетки мне не дали. Короче, это трайбан. Вот. И сейчас, сейчас бургер. И сейчас бургер с вами. Сейчас бургер будет. Что это, бургер? Я хочу попробовать сцены взять. Да, отметим у ребят оформление и музыку. Рыбочка. Да и сами они такие на стиле, да, типа, вообще поп. Че, сука, гамбургер не взял, бургер. Ничего себе, сет? И че, сколько он стоит? 550 вместе с лимонадом. Да, короче, вот 550 рублей. Ну, короче, полноценный, блядь, обед. Ну, все равно дороговато. Ну, смотри, с беконом, короче, со всей темой какой-то. Да, че там, бекончик, бекон, котлета. Котлета, салата с морковкой. Ну, че бы тебе тут про бургер рассказать? Знаешь, конечно, отличается от Магдона себя. То, что это котлета, ну, видно, блядь. И конвейерная они сами какие-то заготовки делают. Да, лот, и какой сами. Сами делают. На, попробуй, блядь. Нормальный котлет. Я же прям мясо чувствую. Вкуснее греческой херни? Вкуснее. Много. Ну, далеко это котлета. Не самопроизводит. В Австралии не было, блядь. Ну, че, Мираторг? Да, мне показалось, что Мираторгерский. Ну, не, ну, если они, конечно, крутые чуваки, и сами закупают хорошее мясо, сами его перекручивают, специи добавляют, то им респект. Ну, как это узнать? Хлеб хороший? Булка, да, как? Нормально. Булка на вид классная. Булочки, да. Интересно, булочки? Они из пекарни, наверное. Ну, че скажешь по поводу бургера? А ценышку, да? Из пяти. Четверка. Строго, четверка за картошку и лимонад. Бургер сложно запороть. Все, пока фестиваль фудтраков. Итог такой, короче. Ну, много очень бургеров, ну, биц. На самом деле, оригинального прям что-то прям, чтобы такое... Да, мы, блин, в очереди не отстояли вот за реальным. Ну, в чешске, в чешске. Да. Давай, подытож. Накрой, как на пугаях там. Булка! Хуйня! Съели вьетнамский суп, я съел, поставил ему тройку из пяти. Что ты ел? Хуйню! Ну, ты ел греческую, это, гироская. Шаурума, короче, кусочками. Ну, да. Но не очень. Вообще не геройская вещь. Не берите. Оценка реально тройка, блядь. За то, что, бля, я наелся. Вот, и Женя бургер съел. Женя поставил бургера четыре. Сложно его испортить. Там плюс за картошку и за лимонад. Все. Давай, Женя, не попади. Паять. По голове. Ух! Слушай, ну ты вообще молочек. Это туфля все. Ты два забил, блядь. Это все туфля. Это все дуфля. Киржаков видел ты это, блядь. В туфлях два забил. Ловухи крутящие все. Слабо, блядь. Сори, сори, рожа там, блядь. Разбегите, братья. Смотри, держаться можно за любую перекладину, за цепраться нельзя. Переворачиваешься, попытка сгорает. Две ноги ставим на каждую ступеньку. Вас тренировали где-то? Ну, конечно. Это первая попытка. Вторая попытка. На три ступеньки подняться, три секунды простоять. Ты запрыгнешь сразу на третью? А если сразу на третью залез? Она вниз жмет. Три секунды простояли, две тысячи. Нечего сказать, что я? Подписывайтесь. Всем пока. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok